Еще раз добрый вечер для тех, кто не сначала смотрит наш эфир. Это программа «Во время» на информационном круглосуточном телеканале «Абакан-24» и на волнах радио «Абакан». В прямом эфире, как всегда, мы работаем сегодня один час. Всего лишь нашей программы в 20.00. Глава «Абакана» Алексей Лемин будет в нашем эфире. На этом же телефоне 22.41.18. А мы сегодня вернемся к началу учебного года, к той теме, которую мы поднимали неделю назад с психологом Сергеем Акимовым в этой студии. И те, кто нас смотрел, помнят, что у нас получилась настолько необъятная тема, что мы решили сделать цикл программ о школе, об акклиматизации психологической акклиматизации в этой школе. И да, я еще забыл сказать вам в начале нашей программы. Завтра в «Абакане» начинает работать бьюти-форум, форум красоты в ГЦК «Победа». С 10 часов утра 7-8-9 сентября при поддержке администрации «Абакана» там будет, ну просто творится красота, красотейшая. Вам бесплатно научат делать макияж, делают макияж, поправят прическу, наведут порядок на голове. Мне сегодня уже навели, если что, да-да, это вот какой-то великий мастер делал. То, что у меня сегодня на голове, не знаю, понравится кому-то или нет, но бьюти-форум, завтра открывается. Мы об этом еще, я думаю, поговорим, я назвал гостей. А есть пока Сергей Николаевич Акимов, извините за столь длительное вступление, но сказать надо было. Спасибо, что пришли, спасибо, что согласились. И сегодня днем, когда вот тему-то обсуждали, вы написали, может, более подробно сегодня поговорим про синдром выученной беспомощности. Я не стал вам писать вот сюда, потому что, думаю, вы говорите, потом мне расскажете. Выученная беспомощность, как можно что-то выучить, чтобы стать беспомощным или получить беспомощность от того, что выучил. Что это, собственно, такое? Вот вообще эта тема, она тоже очень такая большая, я бы сказал, многоуровневая. Ну, с чего надо начать? Наверное, с открытия этого явления. Я сейчас точно не могу сказать, где-то в середине 60-х годов, может быть, 64-65 год, то есть прошлого века получается, да. Один из студентов Пенсильванского университета, Мартин Селигман, который в дальнейшем потом стал президентом Американской психологической ассоциации, вот совершил открытие, которое, ну, я не знаю, по значимости оно, ну, чрезвычайно важно. Это вот открытие выученной беспомощности. Как вообще это произошло? Его научный руководитель Ричард Соломон, профессор, значит, он в своей лаборатории занимался изучением условных рефлексов. Ну, вот по Павловским схемам. Собака Павлова, да. Да-да-да. И Соломон, значит, поставил такой эксперимент, где вырабатывал у собаки, значит, условный рефлекс страха на неприятный звук. То есть собаку садили в ящик, значит, раздавался неприятный звук, на пол ящика, он металлический был, подавали электрический ток, то есть удар током, там, ну, даже не удар, а некоторое время раздражение такое, оно не смертельное, но достаточно болезненное. Да. Через некоторое время опять этот звуковой сигнал, опять разряд тока, сигнал, разряд тока. И суть была в чем? То есть потом в какой-то момент эксперимента крышку ящика этого, крышку клетки снимали, да, раздавался сигнал, и по идее собака, получив удар током, должна была выпрыгнуть из ящика, так, как она делала раньше, еще до эксперимента. То есть до эксперимента при подаче тока собака выпрыгивала. Но тут произошло то, что на тот момент никто из ученых объяснить не мог вообще. Собака не выпрыгивала, она ложилась на пол, на этот, на металлический, и скулила, и продолжала ждать, пока не закончится вот эта вот подача электрического тока. И никто, повторяю, вот на тот момент, никто не мог объяснить, что происходит. А Солегман, значит, со своим коллегой, я не помню сейчас его фамилию, ну, тоже студенты, то есть, ну, сокурсник или как это правильно сказать, они придумали, значит, эксперимент, который как раз позволил объяснить, что с собакой происходит. Это так называемый триадный эксперимент они провели. То есть они взяли три группы собак. Значит, одна группа, значит, она получала точно так же, вот, как в эксперименте Соломона, разряд электрического тока. Вторая группа собак могла носом или лапой, там, я сейчас не помню точно, нажать на какую-то панель в клетке, значит, и отключить электрический ток. Вот, причем она могла, когда она нажимала на эту панель, электрический ток отключался и в ее клетке, и в клетке первой собаки. А третья группа собак в своих клетках, они сидели, они вообще не подвергались никаким действиям. И вот после того, как у собаки вырабатывался условный рефлекс, то есть звук, она бежит, отключает, да, значит, крышки убирали, раздавался неприятный звук, вот этот вот. Собаки из первой группы, те, которые не могли никак повлиять на последствия, они ложились на пол и скулили, ждали, пока все закончится. Собаки второй группы, которые могли влиять на последствия, они выскакивали. И собаки третьей группы, контрольные так называемые, они тоже выскакивали, когда поступал электрический ток. И Мартин Селегман сделал... Стоп, 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 а педальку не нажимали отключить, чтобы первых не били? Третья-то? Вторая группа. А, нет, то есть смотрите, они, даже если они нажимали, да, то вот там уже крышка была открыта, там этого уже не надо было сделать. Понимаете, да? Разряд тока шел, и собака могла уже выпрыгнуть, даже если педаль была отключена, например. Понимаете, да? А собаки третьей группы, это контрольная группа, они тоже выпрыгивали, как только электрический ток поступал. И Селегман сделал вывод, что когда животное не может повлиять своими действиями на результат, оно обучается вот этой беспомощности. Вот он и назвал, да, вот это явление он и назвал выученной беспомощностью. А в дальнейшем было множество экспериментов потом произведено и на людях тоже. И вот один из учеников Селегмана уже в дальнейшем, Дональд Хирота, он провел тоже такой очень интересный эксперимент. Он взял две группы людей. Ну, обыкновенные люди были там, самого разного состава, значит. И всем было одно и то же задание. То есть эксперимент состоял из двух частей. Первая часть и вторая часть. В первой части задание всем. Они заходили в небольшую комнату. В этой комнате на столе лежал небольшой пульт с кнопками. Там я не помню, несколько кнопок бывало. Три-четыре, может быть, было. Раздавался очень неприятный звук. И звук этот можно было отключить с помощью комбинации кнопок. То есть несколько кнопок надо было в какой-то определенной последовательности нажать. И звук отключался. И люди начинали искать, значит, да, вот комбинацию этих кнопок. Ну, и находили ее, допустим, и отключались. А вот у второй группы, у них было точно такое же задание, но у них пульт не был подключен никак. И сколько бы они не пытались давить на эти кнопки, они не могли никак повлиять на исход эксперимента до того, как... Ну, до его окончания. Теперь дальше. Вторая часть эксперимента. Они также заходят в эту комнату. Все по очереди. И в комнате на столе стоит коробка. Ну, ящик такой деревянный. С круглой прорезью. Задание очень простое. Надо сунуть туда руку. И все, им больше ничего не говорили. Нет, чтобы не сунуть. Просто сунуть руку. То есть, когда они суют туда руку, да, опять включается вот этот неприятный звук. Самое интересное было следующее. Все участники эксперимента из первой группы, они начинали рукой шарить по этой коробке. И там можно было этот звук отключить, если коснешься противоположной стенки. И они находили этот вариант, значит, и отключали. А вот 85% участников второй группы, они, сунув руку и услышав звук, делали так. И просто стояли, ждали. А 15% поступали так, как поступали вот те предыдущие. И сначала Солигман не мог объяснить, ну, никто тоже не мог объяснить, вернее, Хирота не мог тогда объяснить, а Солигман потом назвал вот этих 15% людей оптимистами. Слушайте, так это же вот про общество, про человеческое общество, которое живет либо при тоталитарном режиме, либо, так сказать, при демократии. Когда при... Ой, я сейчас в политику уйду, но это сильно напоминает. Ну, вот смотрите, при Сталине не могли ничего делать и просто терпели. Здесь ситуация такая. Ну, радует, что 15% есть. Оптимисты. Тех, кто может. Это те, кого, ну, этот синдром, как говорится, не берет. И в дальнейшем, повторяю, вот эта теория, она получила очень большое такое развитие. И вот сейчас уже, ну, доказано, что вот этот синдром выученной беспомощности, он не только у детей, он и у взрослых людей может формироваться, ну, просто на раз-два, как говорится. Допустим, мужчина потерял работу. Ну, по какой-то причине он потерял работу, да. Раз сходил на собеседование, два сходил на собеседование, три раза сходил на собеседование, все. А потом спил все. Он уже дальше не может себя заставить пойти на собеседование. Или еще один пример. Вот у менеджеров по продажам, у риэлторов, значит, у них есть такой, ну, как это назвать, технология, что ли, это называется холодные звонки, да. Что такое холодные звонки? Это когда они по какой-то базе данных просто прозванивают потенциальных, возможно, клиентов, предлагают им свои услуги или свои, так скажем, какие-то товары. Вот. Там эффективность, она, ну, минимальнейшая. Может быть, несколько процентов всего отклика какого-то идет, да. И поэтому для них это самое тяжелое задание делать эти холодные звонки. Для большинства, по крайней мере, значит, они стараются избежать этой вот деятельности любыми какими-то способами. Там тоже вот этот синдром формируется. Вот для того, чтобы этот синдром сформировался, необходимо соблюдение четырех таких очень важных условий. Первое условие – это, допустим, отсутствие последствий. Что значит отсутствие последствий? Ну, я уже не про собак рассказываю, про людей, да. Отсутствие последствий. То есть отсутствие результата. Ну, вот как в этом эксперименте Хироту, да. Сколько бы человек не давил на кнопки, да, а результата нет никакого, да. Поэтому вырабатывается вот этот вот синдром. А второй, значит, вторая причина, так скажем, да, это однообразие последствий. Что такое однообразие последствий? Отличник. Молодец, 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 молодец. У отличников точно такой же синдром вырабатывается. Они получают однообразные последствия, одна и та же оценка. Причем в дальнейшем уже, вот, знаете, как там поговорка-то такая есть про студентов, что сначала первые полтора года студент работает на зачетку, а потом зачетка работает на него. Уже вне зависимости от усилий, от личника просто иногда начинают тянуть. Так и в школе так же. Ну, я про это и говорю как раз. И у него вырабатывается тот же самый синдром. Третья причина – это так называемая асинхронность последствий. Есть такой простенький анекдотик. Дед с бабкой сидят, телевизор смотрят. Вдруг дед ни с того ни с сего бабки затрещен. Ну, как, даст, так, говорит, за что? Да вспомнил, как ты себя в молодости вела. То есть, понимаете, да, время какое уже прошло, да, и возникли последствия. В прошлый раз я, помните, может быть, приводил в качестве примера правила горячей сковородки. Да. То есть горячая сковородка дает последствия сразу. Здесь никакой асинхронности нет. А у нас получается как? Вот опять же к этому вернемся. Ребенок сделал уроки, отнес, так скажем, в школу, да, через день получил обратно тетрадь, там стоит пятерка, там или двойка, ну, не так это важно. Но вот разрыв очень большой между самим действием и уже результатом. И четвертое уже условие для формирования выученной беспомощности – это непредсказуемость последствий. Что значит непредсказуемость последствий? Ну, вот, опять же, если вот школьную тематику смотреть, да, оценка учителя – это зачастую очень субъективная вещь. Значит, допустим, ребенок сделал домашнее задание. Так. Значит, сделал его хорошо, например, он постарался. Пришел в школу, да, и на уроке, ну, что-то там случилось, что-то они там забесились, что-то там… И учительница поставила ему двойку не за, значит, скажем так, не за выполненное задание, а за поведение. Но эту двойку она, допустим, поставила в журнал. Или другая ситуация. Он не сделал уроки, а его не спросили. Тоже никаких последствий нет, понимаете, да? Вот. То есть тут, ну, непредсказуемость, он не может предсказать, как конкретно мои действия отразятся на результате. И это тоже создает вот эти условия для формирования выученной беспомощности. И вообще, вот, на мой взгляд, когда говорят о лени, допустим, да, вот, говорят, вот, самая распространенная жалоба родителей, допустим, на своих детей, которые вот приводят они вот ко мне, да, способный, но ленивый. Учителя, так говорят, способный, но ленивый. Но, вы понимаете… Кстати, это их самая частая, пожалуй, фраза. Дело в том, что вот, ну, многие великие педагоги в своё время говорили, что детской лени не существует. Нету её, просто нету. Вот как явление, как психология. Есть отсутствие смысла деятельности. То есть, если ребёнок делает что-то и не получает результат, зачем ему это делать? Мама приводит… Что так кричать будет, что так, да? Ну, помните, да, тот самый случай, да, который я рассказывал. Зачем, говорит, я буду это делать, если всё равно я не сделаю так, как надо? Она хочет. Вот основа вот этой выученной беспомощности – это как раз вот эта позиция. Я не хочу это делать, неважно что. Делать уроки, звонить там по поводу работы, идти на собеседование, вот, начинать новый бизнес, всё что угодно. Я не хочу это делать, потому что боюсь, что у меня не получится. Вот это прям основа, понимаете, да, это как стержень. И это не лень. Это не, скажем так, не отсутствие мотивации на самом деле. Вот говорят, нет мотивации, да. Да мотивация она есть всегда. То есть она есть всегда. А желание этого человека есть, он сидит, говорит, я хочу там. Вот зайдите в школу, в любой класс, например, и задайте вопрос такой. Дети, кто из вас хочет учиться плохо? Ну, хоть один поднимет руку? Ну, наверняка хулиган такой ради хайпа. Да, вот именно ради этого. А теперь спросите, дети, кто хочет учиться хорошо? И что? Все же поднимут руки, правильно? То есть мотивация-то у всех есть. Но вот этот страх, страх, что у меня не получится, страх, что я буду плохим из-за того, что у меня не получится, вот он и парализует волю человека. Будь то ребенок, будь то взрослый человек, неважно. Вот почему вот эта выученная беспомощность, вот как я вам сказал, да, вот это, ну, открытие, которое, ну, реально очень важно. Да, ну, смотрите, мы же все-таки, ну, да, животные, но несколько разумные животные. Я тоже где-то читал, что вот этот пример, что животное ходило по кругу, по кругу, и когда цепь убрали, оно так и продолжало ходить по кругу, никуда ни вправо, ни влево не уходило. Но мы-то можем отознать, что нет границ этих. Я реально видео видел с этим медведем, понимаете, да? А, про медведя точно. Да, я видел это видео. Я давным-давно, когда-то, в 97-м году, я вот хотел сегодня его упомянуть тоже, я слышал эту историю от одного своего коллеги про медведя. Я думал, это просто сказка, метафора. А вот потом, когда вот уже весь этот интернет появился, все такое прочее, я реально видел видео с медведем, который просто ходил по кругу. Вот. Поэтому, ну, это уже, смотрите, это уже немножечко другое. Это касается привычек. Это, кроме всего, это еще и привычки. А здесь выученная беспомощность – это нечто большее, чем привычка. Это, как бы, позиция человека, это его глубинная установка. Я ни на что не способен повлиять. Я немощный. Понимаете? Но ни родители, наверняка, ни учителя не хотят, вот, чтобы такая ситуация ведь была. А как так получается? Благими намерениями. Дорога куда у нас устала? В ады. Вот. То есть, смотрите, как еще может возникнуть выученная беспомощность? Вот мы говорили, критиковать ребенка, да, нельзя, чтобы у него не возникла эта беспомощность. Вот приходит, допустим, мама с ребенком, и, начиная объяснять, она говорит, да мы его никогда не критиковали. Мы никогда, я его никогда не ругала за плохие оценки, например. Он у нас единственный внук, единственный сын, там, и все такое прочее. Он залюбленный. Понимаете, что это значит, да? То есть, он настолько залюбленный, что ему не позволялось что-либо делать самостоятельно. То есть, понимаете, да? Да, я перебью, можно? А то я забуду. Сегодня как раз очень вот вирусный какой-то ролик ходит по сети, где птица, он такой здоровый, ну, птенец, желторотый большой какой-то птицы, не знаю, что это за птица, там ползет гусеница. Он ее видит, хочет съесть, вот подходит к ней, открывает рот, и думает, что она сама к нему в рот. И вот так вот он за ней и ходит вдоль бордюра, не понимая, что надо просто клюнуть. Вот, совершенно верно. То есть, получается, что ребенку, во-первых, ему, не дают право выбора, не дают самому выбирать. Во-вторых, ему не позволяют получать разнообразные последствия. Понимаете? Вот помните, мы говорили про однообразные последствия, да? А что такое разнообразные последствия? Это когда человек, допустим, что-то сделал, да, и получил последствия положительные, когда он сделал что-то по-другому, получил последствия отрицательные, например, да, негативные какие-то, и у него в голове, у самого формируется, как надо правильно делать. Понимаете, да? А если ему... На ошибках учатся. Ну, совершенно верно. А если ему не позволяют совершать эти ошибки, да, за него все делают, ой, да все равно у тебя не получится, дай я. А ведь многие... Я знаю таких людей, которые делают домашние задания за своих детей. Тем самым они ведь, ну, даже не медвежья услуга, я даже не знаю, как это правильно назвать, что они совершают. Вот они как раз и делают своих детей беспомощными. Помните, вот в прошлый раз я же говорил про это, что если ребенка нести и не позволять ему самому преодолевать какие-то препятствия, он и вырастет беспомощным, он же не умеет ходить. Здесь та же самая вот проблема. И люди такие, они в дальнейшем по жизни – это неудачники. Но самое интересное, понимаете, что они очень мало, как это правильно сказать, они очень мало терпят неудач. Вот у человека успешно... Не-не-не, нет. Смотрите, в чем суть. Успешный человек, значит, он живет под девизом «Дай-ка я попробую, а вдруг у меня получится?» Понимаете, да? Он пробует, у него не получается. Он думает, а как можно по-другому? А дай-ка я вот так попробую. Он опять пробует, у него опять не получается. Он говорит, а если с этой стороны попробовать, опять не получается. У него может на 10 попыток только одна удача. Но он вот эти 10 предыдущих попыток, он их не воспринимает как неудачи. Это для него просто опыт. Или, как мы говорим, обратная связь. Я что-то сделал, получил обратную связь, проанализировал этот результат, изменил свои действия, опять что-то сделал, и так до тех пор, пока не получу то, что я хочу. У успешных людей всегда жестко зафиксированные цели, они четко знают, чего они хотят, и у них всегда гибкое поведение. Вот это человек, у которого имеется вот эта ведущая мотивация, мотивация достижения успеха. Да, но мы-то про детей говорим. А у детей то же самое. А у них какая-то, или хорошо учиться, но как-то банально. Нет, нет, нет. Вот тут, вот как раз действительно, мы же, нет, немножечко не о том, наверное, надо сказать. У ребенка, вот ребенок, когда рождается, да, и он начинает развиваться, когда он начинает, вот когда начинаются проблемы, когда ребенок начинает проявлять так называемую познавательную активность. Ползать и все открывать. Он везде лезет, понимаете? И он ничего в этот момент не боится. Он все пробует, он все изучает. И кто его делает неуспешным? Кто его делает неуверенным? Как вы думаете? Бабушка. Не только бабушка. Бабушка, мама, папа, воспитатель детского сада. Не трогай, а то сломаешь. Не бегай, а то упадешь. Положи, я лучше сама это сделаю. Ой, у тебя все равно не получится. Ну и так далее, и так далее. То есть пусть падает, расшибает. Пусть падает, расшибает лоб себе. А если день инвалидом станет? Ну, надо обеспечить ему безопасность, то есть убрать какие-то вещи. Понимаете? Полюшие и резышие, да? Ну, совершенно верно. Надо просто убрать то, чем он может пораниться, то, чем он может нанести себе вред. И пусть он изучает этот мир, пусть он получает вот эти разнообразные последствия. Ну, как бы оно там ни было, но мы учимся только на своих ошибках. Вот это самый лучший способ научения. Да, и старое поколение, это вот те, ну, условно говоря, дети войны. На ними же никто так не следил, потому что работать надо было. Я как-то однажды в нашей библиотеке, в Новой, проводил какие-то занятия, и там на седьмом этаже, у них в конференц-зале, открывается вид на эти вот горы, которые за Енисеем. И вы знаете, я вспомнил, мне было лет 13-14, да? Мы с одноклассниками зимой ходили туда, вот в эти ущелья, в те горы, в походы без взрослых. Так и мы ходили в походы без взрослых, попробуй сейчас. 13-14 лет, через две реки. Енисей тогда замерзал. Лето все в походах было. Ведь нас же отпускали как-то. Родители уходили на работу, мы оставались на весь день дома. Одни. Одни оставались, да? Родители как-то, и не было никаких телефонов, никакой сотовой связи. Мы же как-то вышли. Один телефон на улице. А почему? Потому что нам родители больше доверяли. Слушайте, ну вот те родители, которые сейчас такой гиперопекой занимаются, это же мы, это же вот те дети есть, которые ходили в походы. А почему они все забыли-то? Получается, что забыли? Наверное. Как Мэри Поппинс какой-то у нас сейчас. Тут очень много факторов, очень много факторов. И один из факторов, это чрезмерное количество информации, которое повышает общий уровень тревоги. А что вот НТВ в криминальный канал превратилось, кругом педофилы никуда не выйти, как будто их раньше не было. Совершенно. Если раньше что-то и происходило, с детьми или что-то, преступность меньше хищает, чем раньше. Оно оставалось вот в каком-то локальном, так сказать, месте, там в какой-то деревне, там все обсуждали и все. Существовали даже определенные запреты на публикации подобных вещей. Это только одна из причин. Там еще есть, конечно, причины. Но я бы хотел вернуться, наверное, к вопросу о вот этой выученной беспомощности и как с этим бороться. Вот это самое главное. Вот как с этим бороться. Вот смотрите, еще раз мы вернемся, да, что является стержнем выученной беспомощности. Стержнем, вот таким центральным, является страх. Страх, что у меня не получится. Не согласен. Почему? У собака же не понимает, что у нее она просто лежит. Она смиреннее. Мы сейчас говорим про людей. Про собаку разговор отдельный. И там собака не может понимать. У нее это на уровне просто, скажем так, условных рефлексов. В свое время Павлов увольнял из своей лаборатории работников, если они подобные вещи говорили. Собака понимает или собака думает, он сразу же увольнял. Я такой факт исторический читал в свое время. Ну, меня бы уволили. Вот. Поэтому мы сейчас говорим про людей. Итак, центральным стержнем выученной беспомощности является страх. Как бороться со страхом? Существует один, единственный, универсальный, стопроцентно работающий способ. Чтобы преодолеть какой-то страх, нужно сделать то, что ты боишься, много-много раз подряд. И вот тут возникает как раз вот такая проблема. А как сделать то, что я боюсь сделать? Ну, а в психотерапии для этого существует множество различных приемов, техник, там, в разных направлениях психотерапевтических. Терапевтических. Допустим, те же самые фобии могут лечиться методом так называемой экспозиции. То есть, когда человека помещают в искусственно созданную среду, которую он боится. Ну, например... Изверги. Нет, ну, почему изверги? Например, сначала ему показывают пауков на картинке, потом по телевизору. Он перестает уже вот это вот бояться. Потом ему там в аквариуме показывают. Потом ему дают их потрогать и так далее, и так далее. Понимаете, да? То есть, он постепенно привыкает. Понимаю. Ну, я вот, например, боюсь топора, боюсь ножа, когда я вижу там нож, направленный даже не на меня, а в других руках, и я рядом. А это другой страх. У меня дикая паника. Смотрите, мы же говорим про страх. То, что я боюсь делать. Я боюсь делать. Я боюсь, что у меня это не получится. А что другой... Это просто страх того, что делать. Я просто пример привел, да? Это другое... Господи, как все сложно у вас. Вот. Так вот, смотрите, здесь тоже существует огромное количество различных техник, приемов. И здесь универсального какого-то я, наверное, не дам приема. Но некоторые такие, которые неплохо работают. Допустим, один из таких приемов это смена критерия. Смена критерия результата деятельности. Что имеется в виду? Вот, допустим, ребенок садится делать уроки. Да? Каков критерий здесь? Ну, хорошо уже, что он сел делать уроки. Нет, нет, нет. Вот, когда мы скажем, что он молодец. Когда, наверное, он сделает урок. Когда он сделает все уроки, да? Это первое условие, да? И когда он сделает все правильно. Да. Так? Да. Так. Значит, или другая ситуация. Допустим, студенту предстоит экзамен. У него осталось 5 дней. Нужно выучить 100 вопросов. Каков критерий будет его подготовки к экзамену? Каждый день учить... 25. 20. 20 вопросов, да? Вот. Смотрите. В чем здесь проблема? Ну, вот сначала про студентов поговорим, да? Допустим, сел он, начал учить. А у него тут лекции не оказалось, учебник не тот, еще что-то не хватает. И он вместо 20 выучил сколько? 10, например. Да? Тогда что получается? То есть я цель свою не достиг. Я какой? Вот оценочная эмоциональная система, которая у каждого там есть, она выставляет мне оценку. Ты плохой. Уровень моего стресса растет. Кроме всего прочего, на завтра мне надо уже не 20, а 30 выучить. Правильно, да? Или хотя бы 23. Я учу, да? А у меня не получается 30. Я опять, например, 15 всего выучил, да? У меня еще выше уровень стресса. И в итоге, когда я выучил, ну, допустим, в общей сложности, я, например, за все эти дни все-таки 50% билетов выучил, да? И пошел с высоким уровнем стресса, вероятность того, что я хорошо сдам, она очень низка. Почему? Потому что стресс блокирует кратковременную память. И то, что даже я знал, я не вытащу. Ну, это сплошь и рядом, все студенты знают. Взял билет, ничего не помню. Вышел из аудитории, о, все вспомнил. Ну, вот это вот и есть такое. Бывает такое, да? Вот это и есть этот самый эффект. Стресс блокирует кратковременную память человека. Не полностью, конечно, но частично он ее блокирует. И как результат вот такие вот моменты. Теперь смотрите, если мы меняем критерии. Допустим, мы меняем критерии с количества выученных билетов на время, в течение которого я буду заниматься. Например, без всякого напряга я могу заниматься, допустим, три часа в день, по часу с перерывом, ну, по часу перерыв, час перерывом, в общем, вот так. Пусть я даже выучу столько же билетов, но уровень стресса у меня будет совершенно иной. Я не буду заниматься самобичеванием. Совершенно верно. Понимаете, да? Смена критерий. Но самое интересное, то есть я на практике это пробовал. Правда, там не с экзаменом было, это было с дипломом, когда молодой человек поставил себе вот эту вот задачу, что каждый день надо писать вот по столько-то страниц, и он пришел в панике, что я не успеваю, я ничего не могу сделать. И мы поменяли ему критерии. В итоге он защитился. Успел вовремя и защитился. То есть там, знаете, возникает какой момент? Там возникает такой интересный эффект, который очень близок к так называемому эффекту зейгарник. То есть вот начал, допустим, мы поменяли критерии, да? Начал я учить что-то. Прошло там этих три часа. Вот три часа. Я вроде как должен закончить. А вот тут вот еще осталось вот, блин, вот эти вот два-три там вопроса. Я их тоже заканчиваю. То есть в чем суть эффекта зейгарника? Если существует какая-либо задача, которую мозг воспринимает как важную задачу, он будет меня заставлять это делать дальше. Понимаете, да? То есть он не разрешит мне как бы прерваться. Есть экспериментально доказанные вот эти вот все вещи. Я даже иногда простенькие эксперименты тоже провожу такие, чтобы показать, что он работает, этот эффект. И тут смотрите, важный момент какой. Есть вот по поводу детей, допустим. Есть одна такая хорошая техника. Мы договариваемся с ребенком таким образом. Ты можешь не делать уроки вообще. Так. Но для того, чтобы не делать уроки, нужно выполнить несколько действий. Вот прям по алгоритму. Первое. Убрать все со стола. Чтобы порядок на столе был. Ну, ничего лишнего. Второе. Достать дневник. Прочитать, какие на завтра заданы уроки. Следующий шаг. Достать учебник. Ну, например, там по математике. Такие-то примеры. Достать учебник. Открыть. Прочитать задание. Закрыть и убрать. Русский. Открыли. Прочитали, что задано. Закрыли и убрали. Так, чему вы клоните-то? А я клоню к тому, что мы о своих детях очень часто плохо думаем. Мы думаем, что если его, вот этого мелкого гаденыша, не контролировать и не заставлять, он сам ни на что не способен. А он боится сделать первый шаг. Он думает, а вдруг у меня не получится. А тут он открывает. Ему необязательно это делать. Он просто читает условия. Думает, что это? Так мы же в школе-то это же делали. Вот, на уроке. Понимаете, да? И это, я же не говорю, что это всем подойдет абсолютно. Кому-то это подойдет. Но попробовать можно. Кому-то это подойдет. Кому-то, может быть, не подойдет. Надо что-то другое искать. Но попробовать действительно можно. Меня просят все-таки выслушать. Звонок телефонный. Все-таки как бы... Говорите, ладно. Добрый вечер. Добрый вечер, да. Добрый вечер. А чем может быть этот синдром опасен, про который вы говорите? Чем опасен? Мы об этом везде говорим. Ну, вот как раз, да. Я весь вечер об этом и говорю. Он опасен тем, что человек не реализует себя. Он не реализует свои возможности, свои способности. Неудачник. Неудачник, да. Вот самое главное опасное. Ну, вот вернемся к этому. Вот я говорил, что неудачники, они мало терпят неудач. Почему? А потому что у них... Смотрите, вот если у успешного человека, у успешного человека, у него жестко зафиксированные цели и гибкое поведение, да, то у неудачника жестких целей нет. Он ставит перед собой только те цели, в которых он уверен, что у него это получится на 100%. А если это на 100% не получится, если он пробует что-то, вот попробовал, чувствует, что-то не получается, он от этого отказывается. Понимаете, да? Он бросает любое дело, при первой неудаче он бросает, он отказывается. Потому что он в себя не верит. Он не верит в то, что у него получится. Бороться, искать, найти, не сдаваться. Мне почему-то вот в ходе сегодняшнего эфира вспоминается советская литература, как ни странно, и советское дело. Там же, наоборот, заставляли идти, несмотря ни на что, к своей цели. Или это уже какая-то упёртость просто тоже. Вот здесь, да, здесь есть определённые нюансы. Есть такое понятие, как застревание. Это тоже не есть хорошо, когда человек застревает. Вот я немножечко не об этом говорил. Я всё-таки говорил о гибкости поведения. Понимаете, да? Гибкость поведения – это как раз в зависимости от меняющихся обстоятельств менять своё поведение для достижения своих целей. Ну, человек, например, смотрите. Человек решил, значит, ну, купить себе там, не знаю, машину, например, да? Ну, цель, допустим, да? Вот такую машину. Он о ней мечтает, он о ней думает, да? Но ему зарплаты не хватает. Он начинает искать какие-то варианты. Он пробует одно дело, другое дело, третье, четвёртое, пятое, пока не находит такое, которое ему позволяет, например, заработать на эту машину. Ну, это просто как пример. Вот. Вот это и есть гибкость поведения. Это даже не борьба какая-то, вот, на мой взгляд, нет. Это просто достижение своих целей. Так, и у нас 4 минуты осталось. А родителям всё-таки что сделать? Ну, кроме того, что вот изменить требования, да, если не получается? Критерии поменять, да. Критерии. И я вот уже много раз об этом говорил, отказаться от привязки вот к этой оценке школьной. И как можно больше дать детям самостоятельности и передать им ответственность за свою успеваемость. Верить надо в своих детей, понимаете, да? Некоторые говорят, да я пробовала, ничего не получается. Неделю мы его не проверяли. У недели это ни о чём. Если сами не можете справиться, у нас в Абакане сейчас, ну, просто невероятное количество психологов, да, которые могут вам помочь вот в этих делах. Слушайте, ну, здесь тоже психологу рознь может нанести такую травму, после которой даже, став взрослым, человек будет пожинать плоды этого насилия психологического. Вот пока мне, как бы, да, вот в Абакане такие неизвестны случаи. Шарлатаны неизвестны. Ну, случаи такие, будем так говорить, неизвестны. А, то есть шарлатаны есть. Ну, я понимаю, вы не скажете безусловно. Просто это же вот психика настолько тонкий предмет, вот вы когда со мной разговариваете, у меня как будто кто-то порылся в голове. Нет, понимаете, я не про шарлатанов даже говорю сейчас. Дело в том, что у нас, к сожалению, в нашей стране психологом может быть любой, даже без образования. У нас нету закона, который определяет критерии психологической помощи. Может, это и хорошо? Я не знаю. Но еще раз говорю, любой человек может сказать, я психотерапевт, я психолог, и начать работать. Поэтому, ну, чтобы не попасть вот в такую ловушку, спрашивайте свидетельства, спрашивайте дипломы, смотрите в интернете, в интернете, значит, рекомендации знакомых. Вот и все. И верьте в своего ребенка, хоть это и громкая фраза. Вот это самое главное. Вот это самое главное. Потому что уверенность в себе есть не что иное, как вера родителей в меня самого. Вот и все. Вот у вас, послушайте, все так просто. Ну, не знаю, если он приносит двойки, если мне постоянно классный руководитель звонит, если он в школе бандюган, как они говорят, ну что, мне его не выпороть, что ли? Идите к психологу. Нужно выяснить, почему это происходит. То есть либо ребенок... Гиперактивный ребенок просто... Ну, а если гиперактивный, значит, надо лечить. Гиперактивный, это что, болеет разве? Да. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью, это достаточно серьезная неврологическая проблема. Не психологическая, вернее, не только психологическая, но и в большей степени это неврологическая. Это, так называемая, минимальная мозговая дисфункция. И это надо лечить. Так, договорились. Да какой уже проблем? Ребенок просто веселится и все. Ему просто скучно 45 минут. Вот еще раз говорю. Не надо бросаться словом тем же самым. Гиперактивность. Потому что для нас это диагноз. Точно так же, как депрессия. Ой, у меня депрессия. Не надо говорить про депрессию, если вам этот диагноз не ставили. Это такие вот вещи. Мы используем в быту иногда какие-то выражения. Да мы это говорим для того, чтобы... А, отвяжитесь, у меня депрессия. И вообще у меня кризис среднего возраста. И вообще у меня, как говорят женщины, критические дни. И все. И, как говорится, спрос у меня маленький. Да? Да. Спасибо, что вы к нам пришли, конечно же. А мы продолжим наши беседы, я надеюсь. С удовольствием. Ну, мне понравилось сегодняшний... Как еще раз? Беспомощность выучена. Синдром выученной беспомощности. Выученная беспомощность. Это прямо про нас. Мне кажется, это про наше общество. И не все так плохо, потому что 15% все-таки справляются даже с этим. Оптимисты. И, кстати, этому тоже можно научиться. Да, улыбайтесь, как говорил барон Мюнхгаузен чаще, господа, и будет у вас все хорошо. Мы завершаем сегодня нашу программу. Программа «Вовремя». Желаю вам всего хорошего. Через несколько минут будет Алексей Лемин, глава Абакана, отвечать на ваши вопросы. Ну, а мы с вами увидимся в этой студии завтра. И, возможно, вы увидите что-то опять потрясающее. Всего доброго. Алексей Лемин ждет вас в красной студии. Спасибо, Сергей Николаевич. Дай бог вам. До новых встреч.